свой сад это как интересный конструктор его нужно правильно собрать а правильный сад для меня когда вот например мы алычу снимаем последние плоды а уже на следующий день у нас есть урожай шикарный сочный и вкусный ежевики это ежевика называется triple crown что в переводе означает тройная корона если ягодам дать действительно хорошо высорить то вкус получается но потрясающий преимущество ежевики еще и в том что урожай она отдает постепенно сейчас я сниму ягоды которые поспели и буду делать подкормку аппетитная тарелка не правда ли но чтобы ежевика давала ежегодные высокий урожай ее нужно безусловно хорошо кормить и обращаю ваше внимание на многочисленность побегов на которых ягоды только только завязались они еще зеленые то есть получается что в течение трех недель мы будем снимать вот такие стабильные урожаи я считаю что хороший результат это когда с одного куста ежевики вы снимаете постепенно одно ведро ягод либо осенью либо весной я в обязательном порядке под кусты вношу по несколько ведер органики это конская подстилка и в течение сезона я делаю еще несколько подкормок гранулированными натуральными удобрениями уже давала один раз эликсир и сегодня вечером я снова после сбора урожая пройдусь из опрыскивателя эликсиром прямо по листьям но корневое питание все-таки остается в приоритете я добавлю сегодня гранулы для винограда для ежевики вот в момент налива плодов это будет самое идеальное удобрение еще и внесу муку из морских водорослей но об этом более подробно расскажет илья макаров сегодня культуры овощи фрукты цветы за различная зелень нуждается в подкормках но кроме подкормок существует еще вещества которые стимулируют растения конечно же если мы говорим про стимуляторы которые используем дома в саду это обязательно натуральные стимуляторы и сегодня я хотел поговорить о натуральном стимуляторе роста иммунитета морские водоросли когда у нас начинается жара или холодные ночи то всегда возникает вопрос стресса у растения хочется ему помочь хочется подкормить хочется как-то о нем позаботиться как раз в этот момент приходит на помощь морские водоросли ведь они в природе живут в холодной воде ему приходится расти в холодной воде развиваться и в то же время очень быстро восстанавливаться поэтому внутри них содержится большое количество и только питательных веществ и специальных веществ которые отвечают за скорость роста органических гормонов и вот именно они могут помочь растениям стрессовой ситуации не просто выжить а именно сохранить свой скажем правильный декоративный вид и сохранить урожай как применять морские водоросли и когда на самом деле это очень просто морские водоросли можно применять в любое время они не создают дисбаланса питания и как ранней весной хороши как в середине лета так и осенью и лучше всего их применять регулярно то есть и весной и летом и осенью как вносить она и вносится они несколькими способами первый самый простой это рассыпать на почве и зарыхлить микроорганизмы сами их найдут переработают и встроят их в почву они станут доступны для растения для тех кто любит опрыскивать по листу заботится о растении через опрыскивание можно сделать настой на водорослях развести 100 грамм на ведро оставить на 24 часа через 24 часа отфильтровать сами морские водоросли и вот этим настоем опрыскивать растения можно не разбавлять а прям таким раствором опрыскивать это будет подстегивать иммунитет растения создавать так скажем дополнительный стимул для растения развиваться несмотря на был на неблагоприятные условия и третий способ наверное один из самых популярных это использование в смеси с другими органическими удобрениями когда мы делаем к примеру подкормку деревьев то можно смешать вместе с органическими удобрениями и вместе можно использовать комплексные органические удобрения а можно использовать смеси к примеру из костной муки рыбной муки из-за копытного шрота смесь с морскими водорослями точнее компонент из морских водорослей самый желательный для любой домашней смеси удобрений поэтому друзья рекомендую очень использовать их когда вы делаете любую подкормку вместе с питанием вносим морские водоросли добычу морских водорослей производит у нас в россии беломорские белое море очень славится тем что в нем есть морской виноград это название фукуса морской водоросли которая обладает удивительными свойствами в ней содержатся альгинаты которые смачивают так имеют хороший смачивающий эффект его еще используют для масок или для восстановления влажности кожи такой же эффект она производит с почвой увеличивая так скажем влагоемкость почвы и создавая благоприятную среду для корней сами водоросли имеют очень характерный запах моря наверное его можно сравнить с запахом йода и ну в общем запах природы дикой природы морские водоросли живут в уникальных условиях низкие температуры соленая вода в общем практически стерильные удивительные дикие условия поэтому мы получаем всегда продукт абсолютно натуральным практически дезинфицированным тот продукт с которым вы можете так скажем позаботиться о растениях и быть уверены в том что вы идеальный чистый компонент вносите под свои растения для стимулирования растений для улучшения иммунитета и для поддержания их активного роста я рекомендую использовать регулярно муку из морских водорослей от organic mix линейку натуральных удобрений organic mix спрашивайте в магазинах у вашего города что сейчас на ежевике сделать крайне важно я бы сказала жизненно необходимо побеги которые дают урожай разумеется подвязаны хорошо надежно к шпалере иначе они просто упадут по тяжести урожая но одновременно мы с вами можем видеть уже прилично отросшие новые мощные побеги они предназначены для урожая следующего года уже сейчас эти побеги слишком мощные и если их подвязывать на шпалеру вертикально то осенью большая вероятность того что когда вы их будете пригибать просто сломаете поэтому уже сейчас придавайте и этим побегом более горизонтальное положение но как минимум они должны расти в свободном полете чтобы они сами под тяжестью пригибались либо вы можете это делать принудительно без шипа и сорта ежевики неохотно дают порослевые побеги то есть саженцев не так просто дождаться поэтому можно разводить ежевику черенками то есть зелеными черенками можно сажать черенки под зиму но обязательных нужно укрывать и самый легкий простой способ размножения это макушками когда станет прохладно макушка дает корни упирается в землю и таким образом вы получаете новый саженец ежевика это крайне неприхотливое растение как видите здесь вообще нет никаких вредителей и чаще всего здесь нет никаких болезней единственная проблема заключается в том что ежевику нужно зиму укрывать но я думаю что такой урожай этого стоит